Александр Николаевич, что ты имеешь в виду? Первый тайм. Такое впечатление, что мы вчера собрались, поступили во всех компонентах, в организации игры в единоборствах, поэтому и проиграли первый тайм. В втором тайме стали похожи на команду, которая знает, что делать, прибавили в движение, создали не так много, но несколько моментов. К сожалению, забили только один. Очень расстроены, потому что в очередной раз не удалось взять победные очки дома, не пропустить сыграть на ноль, ну и самое главное поздравить нашего руководителя с их велением. Пока такие впечатления негативные больше, чем положительные. Вопросы? Вчет за три дня с Енисеем вы моделировали игру против этой команды в два нападающих. Почему отказались от этой затеи? И как вам игра уже в два нападающих во втором тайме? Что получилось, что нет? Как взаимодействие Низамуддинова и Самодина? Мне больше понравилось взаимодействие и подалека потом. Низамуддинов тоже в паре. Почему отказались? Я скажу, у меня появились сомнения в готовности Сергея Самодина сыграть 90 минут, выпускать его сразу и потом менять. Я посчитал, что это будет не усиливающий фактор, а наоборот остабевающий. Поэтому лучше его было сохранить для того, чтобы усилить его. И в общем-то так это и получилось. Почему не выстрелить сразу в монопадающих? Потому что мы знаем эту команду, как она умеет играть. Я вам говорил. Контролировать мяч. И в середине хотелось, ну как минимум не проиграть, а создать тоже преимущество за счет треугольника Гретни в бойках Горбатенко. Этот замысел не прошел, не получается. Почему все подборы проиграли сегодня в первом тайне, особенно в консольте? Проиграли подборы, а с вами согласен. Сарль Калпс, я в консульцию, я в Корылько и я не в Тишину. Корылько получил на тренировке вывих локтевого сустава. И не мог принять участие после этого ни в тренировочном процессе, ни силу людей. А Стешин не попадает в состав, проигрывая пока конкуренцию к тому же Атделю, Катенсусу и Тимошину. Четырех защитников иметь в заявке на 17, это центральный тренер, четырех составных защитников. Мы себе не можем это позволить. Так и с чем он проигрывает конкуренция? Показалось, что он вышел таким голубим до футбола. Кто? Щаин. Так же проигрывает конкуренция? Есть замысел, когда выходят быстрые фланговые защитники, в том числе и Диапальты. И когда они выходят во втором тайме, они выглядят свежее соперника и за счет своей мобильности, предыдущая скорость и дают ощутимую прибавку команды. У нас это частенько срабатывало. Срабатывал и сегодня тоже Щаин мог распорядиться, чуть помастеровить и в том моменте, когда оказался один голубой штрафной. Есть у нас стратегии матча, чтобы у нас обязательно было усиление боевого уровня. А есть сожаление, что Диапальта сегодня не заменили? Концовка второго рамы ему явно не принялась Диапальта сегодня. Ну, если бы у нас было решалось пять замен, наверное, бы заменили. Надо свежать его на флангах. Мы выбрали Артура, тем более. А вот момент получит сильный удар. Мы выбрали, взять. Была дилемма менять Пашу Диапальта или Артура для того, чтобы Артема выбросить. Решим в пользу Паши. Александр Павлович, игру с защитником прокомментируйте, когда пропускали первую ногу. Я сейчас смотрел другой момент. Советую вам посмотреть 54-ю минуту. Только не выделяйте потом этот момент, что тренер ссылался на что-то. Но, к сожалению, так получается, что мы в матче с Динамо 4 были результативных ошибки в фланговых судей. И сегодня мы сейчас посмотрели гол Самодина. Хороший гол, правильный гол. Я не знаю, во всем мире, когда находятся на одной линии игроки и всегда в пользу в атаке. Только у нас почему-то в пользу обороны. Боимся? Понимаете, да? Ну, в продолжении, мы будем правильнее комментировать. А гол был хороший. Правильнее комментировать работу судей, тем не менее, наверное, он еще не хотел взять рейсов. Не хочу комментировать, честно говоря. Я всегда говорю, надо иметь такой запас прочности, чтобы команда, несмотря на некоторые моменты, в том числе и, возможно, не самое лучшее судейство имело преимущество. Пока это у нас не получается. Вот над запасом прочности надо работать. Да, были сегодня у нас по ходу игры, возникали моменты. Но, главное, своя игра. А она пока далеко не та, которой мы стремимся. Пять матчей без побед команда психологически не нагломлена сейчас? Нет. Нет. Не нагломлено. Конечно, сейчас настроение в раздевалке не самое лучшее. Мы рассчитывали выиграть и не без оснований. Но вот проигранный первый тайм задает мне вопросы. Надо разобраться, почему мы так робко начали и вступили. Хотя, хотя это, не скрою, это симпатичная команда. Енисей, играющая команда. И она, не случайные два матча, которые мы смотрели победы на «Том» и «Сибири», были одержаны в хорошем стиле. В качестве мотивации день рождения генерального директора использовались? Конечно, использовались. Конечно, использовались. Но не махали флагом, что это все сегодня, и это футбол. Но, тем не менее, конечно, использовались. Есть основания полагать ребятам, которые заканчивали дюбр, в этом выходили во втором уровне начать с такими составами. Сергей, я понимаю ваш вопрос. Есть у всех основания, в том числе и Кетки сегодня не попал в заявку и у Родионова, и у Стешина. Ребята знают, а мы сейчас вывесим критерии. Милос Владимирович, разговаривая на эту тему, подключался и его мысли. Естественно, пусть он не обращается, не в качестве основополагающих, а в качестве взгляда со стороны. Критерий определения стартового состава, в том числе и сюда входит работа в течение недельного микроцикла. И, конечно, все имеют право и заслужили. Сейчас у нас хороший выбор игроков, глубина состава есть. И важно не только не ошибиться и угадать, а попасть в состав. В лице Самогина нашли футболиста, который может продавить некая замена в дочке? Ну, не совсем. Ну, они немножко разноклановые футболисты. Тем не менее, я считаю, что Сергей и должен, и будет прибавлять. И сегодняшний его выход, ну, скажем так, оживил нашу игру и позволил в атаке быть более напористым. У него был напор, были выиграны единоборства вверху. Еще раз повторяю, хороший забитый гол. Посмотрите, пожалуйста, на момент, если я не прав. Я извинюсь перед судейской приказой, но пусть тонкий момент, но на то и боковой судья мы вот разговаривали после ввести нам с Санкт-Петербургом, с тем же Ивановым, когда рассуждали, как их работает. Есть определенные правила работы бокового судья. Это не первая ошибка, здесь тенденции не видите никакой? Не знаю, не хочу думать, что какой-то тенденции, что их нигде не создает никаких прецедентов, относится лояльно к судам. Доброжелательно они в рамках правил с ними общаются, разговаривают. Не знаю, какая тенденция. Может быть, с другой стороны какая-то тенденция. Не имею права так говорить. Но вот такие ошибки, к сожалению. А при игре равных команд на сегодняшний момент, ну, скажем, примерно силы команд были равны, вот такой момент является решающим. К сожалению, он оказался не в нашу пользу. Видите, что это было? Спасибо. Спасибо.